Как апостолы в Писании Вы даже не представляете себе, через сколько Бог именно через сестер, через женщин сделал вообще в истории церкви. Вы понимаете? И иногда, знаете, мы спрашиваем у Бога, Бог, ну кто мы такие? Ну что мы такие? Вот как я читал, они были великие, они были такие могучие, они шли туда, они делали вот это, супер духо. На самом деле обыкновенные люди. Понимаете? Обыкновенные люди такие, как мы. Такие, как мы. Но знаете, что их отличало от нас? Сказать вам? Они знали своего Бога. А каким образом мы можем знать Бога, скажите мне? Молитва и Писание. У нас другого нету пути. Что делали ученики? Они пребывали в молитве. Правильно? Что делали в деянии апостолов? Они пребывали в слове, в молитве, в учении. Они пребывали в общении. Когда мы общаемся, Дух Святой, живущий в нас, мы обогащаемся. Когда мы читаем Писание, Его Слово, оно входит внутри нас. Оно растворяется в нашей вере. Оно раскрывает нас изнутри нашего духовного человека. Понимаете? Когда мы обращаемся к невидимому Богу, видимые ответы приходят на эту землю. И поэтому я вам говорю, что это метод. Это метод. То же самое, как на улице раздавать братсайды. Как делать домашние группы. Как собирать клубы. Понимаете? Как делать женские... Знаете, я вспоминаю историю того же, тоже миссии Милдмей. Знаете, что они делали? В то время, вы понимаете, что это же были другие времена. И много женщин, они были домохозяйками, домоседами. Они не работали или наоборот. Работы не было. Они открывали такие курсы, клубы по шитью. Где каждая женщина могла прийти и научиться шить, вязать, делать платья. И для многих это становило профессией, которая помогала им жить, выживать. И через это они проповедовали Евангелие. Понимаете? И многие приходили к Богу. Многие становились... Я уже говорил, Хайди Бейкер. Для меня это большой пример. Женщина, которая... Совершила невозможное, скажем. Понимаете? Многие, очень много женщин, которые посвятили себя Богу, еврейским миссиям. Я вам расскажу историю возникновения норвежской миссии Израиля. Я не помню сейчас имя. Я не могу честно сказать, потому что у меня с норвежскими именами очень сложность. Они такие заковыристые, что язык ломается. И получается, что эта женщина, изучая Писание, Бог открыл ей важность Израиля. Она была в церкви, в лютеранской церкви. И вот Бог открыл ей важность Писания, в Писании важность Израиля. И она начала молиться за Израиль. Она начала молиться за еврейский народ. Она начала приходить к своему пастору и говорить, пастор, нам нужно помогать евреям, нам надо молиться за евреев, нам надо делать какие-то миссии, чтобы не просто что-то какие-то, потому что когда она начала молиться за Израиль, Бог начал ей давать понимание, что надо делать. Понимаете? Когда мы начинаем что-то молиться и просить, Боже, я хочу состояться как музыкант. Бог говорит, иди занимайся, учись играть на гитаре. А кому мне пойти, Боже? А вот Даня есть, Полешка, хороший музыкант, иди к нему. Он научит. Понимаете, да? То есть, Бог, помните, Он сказал Моисею ковчег, и Он рассказал, как его построить, и кто его построит еще. Еще и деньги собрали на него, помните? То же самое и здесь. Женщина начала молиться за Израиль, и Бог начал показывать, что она может делать. Она начала там делать на своем уровне, знаете, там соседке придет, поговорит, но она понимала, что ее мало. И она пришла к пастору и говорит, Пастор, пожалуйста, давайте мы начнем. Пастор сказал им, да ты что? Время Израиля еще не пришло. До свидания. Какой? Они отрегли Христа. Сейчас время церкви. Придет там полное число язычников, тогда уже и придет вот эта еврейская тема. А сейчас давай будем спасать неверующих в Африке, в Индонезии, там где-где там, в Батемале. Но она была упорна. Она молила за сердце своего пастора. И однажды Бог дал ей такое понимание. Она пришла к нему и сказала, Пастор, у меня есть очень хорошие друзья. У них был сын. И этот сын взбунтовался и ушел из дома. Ну, он говорит, ну я понимаю, сейчас такие молодежь, она себя так ведет, она все время себя ведет неправильно, она не слушает старших, она делает, что она хочет. Говорит, ну вот такая вот такая семья, представляете, они ее так любили, этого мальчика. Ну вот они повесили на стенку его портрет, они вспоминали о нем день и ночь. И потом как-то, чтобы как бы скрасить вот эту боль, они усыновили ребенка. Они говорят, они молодцы, они взяли ребенка, усыновили, классно. Но вы знаете, этот ребенок со временем, чем больше он рос, тем он стал больше смотреть, что родители-то любят его меньше. Потому что вот этого, его этого товарища, который ушел, который бросил семью, они продолжают любить. И вот однажды утром он встал, взял портрет и выкинул его в окно. И сказал, хватит, это я ваш сын, любите теперь меня. А он уже не сын, его нет. И пастор такой, как? Да выгнать этого сына из дома, что это такое? Как он посмел? И эта женщина говорит, пастор, это мы. Это мы. Бог взял нас, не евреев, в свою семью, в свой дом. А мы взяли и выкинули из дома портрет родного, родного, этих. И теперь кто мы? И пастор, знаете, что произошло? И пастор покаялся. И пастор изменил свое мышление. И они организовали норвежскую миссию Израиля. Я вам расскажу только два плода норвежской миссии Израиля. Рихард Вумбрандт, я рассказывал вам о нем. Это человек, который основал в будущем миссию, то, что мы молились, помните, когда была загонимая церковь. Человек, который основал миссию мучеников за Христа. Человек, который возил во время Советского Союза Библии сюда. Человек, который выкупал из публичных домов женщин, которых продавали мусульмане христианских. Чтобы, понимаете, человек, который спасал евреев и неевреев, которые были христиан, которые были в застенках. Который сам был пастором еврейской христианской общины в Румынии во время Второй мировой войны. Понимаете? Это один плод. А второй плод, я вам хочу сказать, не менее, не менее. Второй плод это Цхак Фонштейн. Человек, который являлся пастором еврейской миссианской общине в городе Ясы во время Второй мировой войны. Человек, который отдал жизнь свою ради, ну, отдал жизнь свою. И когда его посадили в железнодорожный вагон, и он там умирал, то свидетель, кто остался жив, говорил, что до последней минуты он проповедовал Аишуа своим братьям. И он говорил, что многие приходили к вере. Понимаете? Это только два плода. А я могу рассказать еще больше об общинах во Львове, которые они делали, в Станиславе, то есть это Ивано-Франковск. Я могу вам рассказать об общине... То есть это были миссии, чтобы вы понимали, это были миссии, это были здания, это были миссионеры, но они проповедовали Евангелие, они проповедовали Христа, к ним приходили евреи, это были небольшие общины в нашем понимании. Понимаете, да? Просто другое время, другие декорации, люди те же. Понимаете? И вот вам история женщин, которые в молитве, через молитву совершили такое великое дело. Нравится вам? Возможно, это вы. Возможно, это вы. Потому что, когда мы начинаем делать дело Божье, не ставя себя во главе угла, когда мы начинаем идти по Его воле, вы знаете, происходит метаморфоза. Наши мечты начинают исполняться. Перед нами открываются двери, даже о которых мы не ждали, не мечтали. Мы начинаем видеть людей, о которых мы говорили, или кто-то говорил, они никогда не покаятся. Помните, да, Соломон Гринсбург, этот убийца, который хотел его убить. Помните, когда он ему, за что ты хочешь меня убить? За что я тебя должен убить? За то, что я проповедую Христа. Понимаете? Это сила молитвы. Это сила нашего уподобления Господу. Помните, что мы преобразуемся в что? В образ Христа. В образ Мессии. И это очень важно. Смотрите, я еще хочу закончить историю все-таки с молитвой. Смотрите, английский проповедник Седлову Бакстер, когда ему было 85 лет, сказал, за мои 60 лет пастерства я вел работу только в трех церквах, и в каждой из них произошло пробуждение, не являющееся результатом моих проповедей. Это стало возможным, благодаря тому, что члены церкви решили молиться до тех пор, пока не придет пробуждение. И каждый раз пробуждение наступало. Капеллан Сената Соединенных Штатов Ричард Хаверсон заявил о том, что молитву заменить нельзя ничем. Он подчеркивает, вы можете все планировать до изнеможения. Вы можете планировать, программировать и финансировать свои планы. Но если вы перестаете молиться, все это пустая трата времени. Молитва не является чем-то необязательным. Это необходимость. Я повторю еще раз. Необходимость. Не молиться, значит, ослушаться Бога. Как мы можем видеть и слышать невидимого Бога? Только в Духе. Наш духовный человек приходит на уровень Духа. Через Дух Святой входит в Святое Святых. Небеса небес. Где мы можем преклониться перед Его престолом. Понимаете меня? И мне спрашивают, всегда ли молитва является правильной? И я отвечаю так. Молитесь. Чем больше вы молитесь, тем больше вы будете понимать, где Божья молитва, где нет. Это знаете, как Ира не даст... Ира, вот когда ты играешь на скрипке, когда ты начинала играть, всегда ли то, что ты играла, было музыкой? Да не всегда. Потому что вначале соседи, наверное, пулеметы там доставали, чтобы ты только не играла. Но потом прошло время, и они начинают покупать билеты на твои концерты. Потому что ты, твое мастерство оттачивается. Ты начинаешь слышать фальшь. Ты понимаешь, как должно все идти. Потому что ты влаживаешь жизнь, труд. Ты влаживаешь в это свое посвящение. Ты начинаешь играть для того, чтобы доставить удовольствие людям. Потому что тебе это доставляет удовольствие. И тогда то, что в моих руках будет в твоих будет прекрасной сонатой, прекрасной мелодией. Я вам хочу сказать так же самое и молитву. Чем больше мы молимся, чем больше мы читаем Писание, и на основании Писания молимся, тем больше мы начинаем слышать Его голос. Тем больше мы начинаем различать музыку небесных сфер. Тем больше мы понимаем, как по вершинам кто-то в их деревьях идет Господь, и я слышу Его шаги. Помните, Он как прекрасный лев, да? Он прекрасный, Он чудесный. Как мы можем увидеть невидимого Бога? В молитве. Понимаете меня? И поэтому миссиология важна молитва. В миссии важна молитва. Да, мы должны знать антропологию, мы должны знать народы. Мы должны знать народ, к которому мы идем. Мы должны знать культуру, которую мы хотим посетить. Мы должны понимать, что происходит в этой культуре. Али, Аличка, можно я буду говорить, или ты сядешь? Мы должны говорить об этом. Мы должны знать этих людей. Мы должны знать историю этих людей. Мы должны понимать, что было успешно, что было неуспешно в этой истории. Но без молитвы у нас не будет силы, чтобы это ожило. И поэтому я делаю такой основной упор на молитву. Я расскажу вам сейчас историю. Вы помните, я вчера рассказывал вам историю о городище. И я хочу... Это человек, который родился в Одесской общине. И история второго человека, который родился в Одесской общине, Миссия Милдмей, первая еврейская христианская церковь в Одессе, где пастором был Розенберг. Его звали Петр Смолер. Смотрите, я вам прочитаю некоторые моменты и прокомментирую их, чтобы вы поняли. Осенью 1917 года в Петрограде состоялась конференция, которую провела Милдмей Миссион «The Jewish». Было принято решение расширить работу миссии на Украине и начать служение евреям в Екатеринославе. Это Днепропетровск, Днепр. Возглавить это служение предложили Петру Смолеру, который до этого вел миссию в Киеве. Он был в Киеве и ровно. Киев был окружен войсками Украинской Центральной Рады и Большевистской Красной Гвардии. На улицах было опасно ходить даже днем, так как вооруженные патрули стреляли без предупреждения по любому человеку, который казался им подозрительным. 12 ноября вечером в помещении миссии на улице Рейтерская, 5, Петр Смолер и группа евреев-христиан провели молитвенное служение. Я подчеркиваю, молитвенное служение, на котором Петр объявил присутствующим о решении ехать в Екатеринослав. Вы должны понять, гражданская война, разгул гражданской войны, ну, начало гражданской войны. Он еврей. Белые, да, красные, анархисты, которые, ну, понимаете, бей красных, пока не покраснеют, побелеют, бей белых, пока не покраснеют, бей евреев, потому что всегда виноваты. То есть, какой я напряженный. И вот этот человек приходит в молитвенное служение и просит, братья, молитесь, я хочу ехать. Слушайте, вечером 12 ноября я собрал вместе маленькую группу еврейских христиан, с которыми я наслаждался христианским общением последние 6 месяцев. Я попросил их молиться за нас, нашу новую миссию и опасное путешествие. И все они заверили нас, что они сделают это. Заметьте, секрет простой. Молиться за человека, за его миссию и за то, что он делает. Увидели, да? Три момента. Благодаря тому, что эти дети Божьи поддерживали нас в молитве, мы покинули Киев на корабле 13 ноября 1917 года и в пятницу 16 достигли Екатерина Слава. А теперь слушайте интереснейший момент. Через три дня после прибытия, то есть вы должны понять, это не наше время с мобильными телефонами и интернетами. Я еду в Днепр и пишу, ребята, еду в Днепр, верующие христиане, кто там нуждается во мне, отзовитесь. Встретимся, помолимся. Понимаете? Смотрите. Спустя три дня Петр нашел группу верующих, состоящую из трех евреев-христиан. Совместно с христианами других национальностей, каждый вторник в течение четырех месяцев они молили, чтобы Бог высвободил служителя для работы с евреями. И Смоллер стал ответом на их молитву. Интересно работает? Одна группа молится, вторая группа молится. И человек едет туда, и он становится ответом на молитву. Смотрите дальше. Из отчета Петра Смоллера. Несколько дней спустя я отправился в путешествие, чтобы исполнить пожелания моего дорогого директора. Это Уилкинсон, помните, да? Основатель миссии Милдмей Мишчан для... Ну, for Jewish. Я посетил города Мелитополь, Харьков, Полтаву, Кременчуг. Во всех городах, где я смог, проводил большие собрания для евреев. И вернулся в Екатерина Слав в середине декабря 1917 года. Я пропущу некоторые фрагменты, но тут идет разговор об основании мессианской, как бы, этой группы, первые богослужения. И вот тут есть очень, очень интересный момент. Испытание веры. Шла гражданская война, и Петр Смоллер не имел связи с центральной миссией в Лондоне. Деньги на содержание миссии подходили к концу. Да и сами деньги обесценились. Вы должны понять, что в то время деньги ничего не стоили. Продукты питания были в прямом смысле этого слова на вес золота. И в конце апреля брат Смоллер был вынужден закрыть столовую для неимущих. То есть определенное время, с февраля по апрель, он кормил бедных евреев города. То есть тех, у кого вообще ничего было есть. И для многих это было спасение от голода. Он купил множество дров, которые раздал бедным разных национальностей. Вы должны понять, он служил евреем, не евреем. Но его миссия была направлена конкретно на еврейский народ. И вот смотрите, что дальше. В его душу прокрались сомнения. Он начал думать о том, чтобы остановить работу миссии в Екатеринославе и отправиться за границу, где продолжить служить еврейскому народу. Ну, вроде бы благая миссия. Грабители вошли в мой дом и унесли мою одежду, а также другие вещи. Затем до меня дошли вести из Ровна, где мы жили перед войной, что вся наша мебель и все остальное, что у нас было, были потеряны. Все это угнетало меня. Я почти решил отказаться от всего и уйти. Но голос Господа передастелек меня не делать такого шага, не оставлять работу над чтой с таким благословением. Такие трудные минуты. Бог открывает твою милость из самых неожиданных источников. Смотрите, что он начал делать. Он молился Богу. И Бог ему сказал, не делай этого. Он понял, с ним произошло, знаете, вот он, смотрите, он написал так. Тут я, ну, как бы в этой статье нету этого, я не писал это, но в этой книге, которая у меня есть, он написал так. В тот момент, когда я молился, Дух Божий наполнил меня. И я вдруг осознал, что Бог, который послал меня совершать эту миссию, не оставил меня. И что Он будет рядом со мной, как Он обещал. И я пришел в уверенность того, что то, что я буду делать, будет угодно Богу, даже если я потеряю свою жизнь. И смотрите, что произошло. Перед этим моментом он служил евреям, и были немецкие, немецкая группа минонитов, в котором он служил, потому что у них не было пастора. А так как он говорил на идыш, а идыш, он имеет, помните, родственное отношение с немецким, они приглашали его в общину, чтобы он проповедовал, молился за умерших, да, ну, как бы на похоронах, вот когда там говорил слово, знаете, да. И вот его служение этим людям, они собрали для него 8 тысяч рублей, для этой миссии. То есть, когда уже все оказалось, все, помощь пришла вот неоткуда. То есть, Бог сказал, не наволнуйся, продолжай делать через молитву. И эти люди пришли и принесли ему помощь, оказали ему помощь. Смотрите, отпускай хлеб твой по водам, говорил Экклесиаст, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Это послужило ободрением для Петра Смолера и его супруги. И они увидели в этом проявлении бескорыстной любви знак Божьего благоволения. Смотрите, что тут еще интересного было. Во-первых, они начали, на период 1921 года в общине было 46 человек. Это были члены общины. То есть, вы должны понять, собрание проходило, людей было больше. Ну, могло быть 100 человек, могло быть 200 человек, но членов общины было 46. То есть, это люди, которые, как у нас, заявляют, что они будут членами общины, принимают водное погружение, да, и становятся частью общины, да. То есть, у нас могут приходить много людей, но быть вовлеченными в служение общины, быть теми, кто, ну, как семья, да. К нам в гости могут приходить много людей, но семья, папа, мама, я. Правильно? Вся моя семья. И вот смотрите, что происходит. Это были члены общины, принявшие погружение, крещение водное евреи. То есть, это очень серьезный шаг. И эта община продолжалась до 1930 года в Екатерине Славе. То есть, эта община была, и Бог поднял человека, который остался после того, как Смолер должен был покинуть Российскую империю, Советскую Россию, потому что его хотели просто убить. Просто пришел человек с ЛГПУ, который являлся родственником одного из уверовавших и сказал, уходи, тебя убьют. И они ушли, и на его месте был человек по имени Губерман, который в дальнейшем умер за Христа. Его арестовали, и его следы теряются. Вероятно, он был расстрелян. Большая вероятность. И вот о чем я вам говорю. Вы видите историю? Помните, я начинал историю рассказать человека, который хотел самоубийством закончить жить, потому что он не мог. Он служил Богу, он делал, но дьявол так пришел, его напряг, что просто все, он уже готов был умереть. И та же самая история здесь. Человек приезжает в город, начинает служение, служение начинает развиваться, приходит кризис, приходит тяжесть, он начинает молиться, но вы помните, что в Киеве группа людей молилась за него и приходит ответ от Господа. Приходит уверенность, и он продолжает работу, и люди спасены. Понимаете? Проблема в том, что когда нам трудно и тяжело, мы закрываемся сами в себе, мы начинаем вариться в своих проблемах, мы начинаем вариться в своих трудностях. И мы не говорим, брат, помолись за меня, потому что мы считаем это слабостью. Как же так? Я попрошу, все будут знать, что мне трудно, нельзя, я заболел, не надо. Я тихонько порыболею, выпью фурвекса, покутаюсь в одеялко, а завтра все будет хорошо. Не будет хорошо. Я позвоню и скажу, ребят, заболел. Сегодня Маша на этом месте молилась за наших драгоценных друзей, за наших драгоценных соучеников. Я скажу вам сто процентов. Бог отвечает на эту молитву. Более того, когда в наших семьях трудности, если мы не боимся и мы открываем это перед другими людьми, и мы начинаем молиться, совершать молитву. Вы понимаете слово совершать молитву? Это таинство. Бог отвечает. И повторю еще раз. Он отвечает не так, как этого хотели бы мы. Но он отвечает так, как это будет правильно и как это будет во благо. Если я прошу отца хлеба, он не даст мне камень. Если я прошу у Бога вмешаться в ситуацию, то он и вмешается. Когда-то я просил вмешаться в ситуацию, и Бог разрушил все, что я строил в течение шести лет. И слава Богу, потому что это было не Божье, потому что я строил на основании гордыни, тщеславия, своих амбиций, своих желаний, и там не было воли Божьей. А я просил Господи, вознеси, я хочу быть Твоим исполнителем Твоей воли, сделай все, что ты считаешь. Я ожидал, что сейчас все люди, которые меня не принимают, они резко уверят во мне, да, это Он, я выйду и скажу, да, Господь, ты за мной? Я, конечно, думал немножко по-другому, там, Боже, но ты же понимаешь, по мере моей скромности, я, конечно, приду, ты будешь делать, а люди будут меня... А Бог говорит, хорошо, делай. На делу. Помните, поэтому я вас предупреждаю. Вначале молитесь, а потом делайте. Прежде чем делайте, а потом молитесь. Боже, пожалуйста, ну хоть что-нибудь измени, ну хоть жизнь меня пусть останется. Ну, ну сохрани. Помните, как царь Езекия? Чуть-чуть, ну, 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 Хорошо. То есть, вы поняли самый важный момент, то, что я вам сегодня пытаюсь донести? Еврейская миссия важна в теле церкви. Благодаря церкви еврейская миссия вернулась, возродилась и стала тем, что мы видим сегодня, движение мессианских верующих. Я не читал вам, не зачитывал вам цифры, не говорил вам о цифрах, но я хочу вам сказать, что за 20 век к вере в Вишуа, в еврейскую миссию, пришло больше евреев, чем за 2000 лет истории церкви. Это правда. Это правда. И они есть в протестантских церквях. Что вы слышали о католиках, миссианских католиках? Ничего не слышали. Интересные ребята. У них собрание проходит по субботам. По субботам. Они молятся на иврите, празднуют праздники Господни, носят кипы, своего пастора они называют рабби. Отличаются с чем-то они от нас? Только собираются в католических храмах. И они как бы в католической церкви. Интересно? У меня самому интересно. Мы не знаем об этом. Очень много чего мы не знаем. Но смотрите, наша миссия, как миссианских верующих, этой общины, миссианских общин, должна быть всегда четкой. Израиль. Поймите, если мы собьемся в другую сторону, ну тогда мы будем неэффективны. Спасение всего человечества это правильно, хорошо и нужно. Но если Бог нас помещает вот сюда, тогда сузьте, пожалуйста, вот этот Хайди Беккер. Она сузила до африканских народов. Но ее служение распространилось на весь мир. Так или нет? Рихард Бонке. Он проповедовал в Африке. Но его служение изменяет целые народы в Европе, в Азии, в Америке. Так или нет? Билли Грэм. Тот, кто ушел уже к Господу. Он сосредоточился на студентах. Но его служение изменило лицо верующих Америки, Южной Америки, Европы, Африки, Австралии. Но он служил вначале только студентам. Он сузил свой круг. Он перестал разбрасываться Божьими дарами. Он сказал, Господь, я буду достигать вот этого. Но когда он начал достигать, Бог сам расширил. Бог раскрыл перед ним горизонты. Часто мы хотим идти за горизонтами, не ступив даже на тропу. Часто мы хотим быть посланниками до края земли, забывая, что послание начинается с соседа, который живет там в площадке. Помните, про Константина Косичкова я вам рассказывал? Во имя Иисуса, доброе утро в 6 утра. Давайте мы будем действительно помнить об этом. И моя цель была этих трех дней занятий не академическая начитка материала, чтобы погрузить вас. Я думаю, что придет и это время, когда мы будем и таким вещам предаваться, когда будет больше времени. Но моя цель не академическая начитка, а цель вдохновить вас. Показать вам, что за слово миссиология, антропология, контекстуализация. На самом деле стоят интересные Божьи приключения. Что множество людей до вас проходили путь, который проходите сегодня вы. И вы можете увидеть победы, вы можете войти в свое призвание. И вам не нужно жить чужую жизнь. Самое важное, что я вам хочу сегодня сказать, живите свою жизнь. А для того, чтобы жить своей жизнью, нужно иметь отношение с Богом. А если вы будете иметь отношение с Богом, вы не сможете сидеть и жить для себя. Вы помните, да? Писание как говорит? Что хотите иметь жизнь? Потеряйте свою. Но потеряв свою, вы приобретете ее. Потеряв душу свою, вы ее приобретете. Почему? Потому что Бог видит вас не такими, какими мы видим себя. Понимаете? Я понимаю, что, как говорила одна сестра, я хочу жить. Я хочу жить. Но жизнь начинается на самом деле не тогда, когда мы этого хотим, а когда Он дает жизнь. В Его свете мы видим свет. Когда мы начинаем служить Богу, все меняется. многие верующие, многие сотни тысяч верующих проходили через это. И все мы будем проходить через это. Поэтому помните еще раз, я вам напоминаю, мы должны знать народ, которому мы служим. Мы должны интересоваться этим народом. Смотреть фильмы про них, читать книги, изучать историю, изучать историю людей, которые занимались служением этому народу. Что они делали? Как они это делали? Где у них был успех, а где у них успеха не было? А почему это называется анализ? Мы должны думать. People have it это работает на телевидении. Знаете выражение people have it? Я медийщик, я знаю. Вот то, что я вам поставлю, то вы будете смотреть. Это не работает. Мы должны вставать и выключать телевизор, потому что у нас вот здесь Господь и вот здесь дал мудрость и разум. Помните, да? Мы можем исследовать перед вещью. Помните? Хорошего держитесь, да? Помните, исследуйте, пребывайте в вере, исследуйте. для чего? Чтобы быть успешным. Для кого? Для Бога. А как же я, а мои мечты, когда ты будешь делать Божьи дела, твои мечты будут исполнены? Я еще раз вам говорю, я никогда не думал в жизни, что я смогу уехать дальше своего родного города, потому что для меня это была уже, знаете, вот, моя привязка. Но Бог расширил горизонты. Бог показал мне, что есть целый мир, в котором интересно жить. Верующие люди, это не ограниченные люди, это не люди, которые в шорах, знаете, в таких каких-то рамках, в платочках, сидящие в углу, забубененные, при слове рок-концерт, крестящиеся, говорят, свят, 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 свят. Господь, свят. Мы благословенные разносторонние люди. ученые, певцы, доктора, изобретатели, верующие люди. Ангклбен, скушаете? Верующий, верующий, человек, который сохранил, сохранил честность, даже когда потерял все. Великую депрессию, спасибо. он потерял все свои сбережения, но он остался верным. И когда он пришел к людям и сказал, дайте мне денег, я верну вам. Они ему дали. И в течение 20 лет он расплачивался с людьми, отдавая то, что он одолжил, и то, что он потерял людям. И его свидетельство было сильным, потому что, когда он приходил, они говорили, это христианин. Это христианин. Понимаете, какая сильная сила свидетельства. Поэтому миссиология дает нам очень важный момент. То есть, это наука, это совокупность наук, вы помните, да? Но за этими всеми словами стоит интересная жизнь. Знаете, я уже думаю, может вам следующий урок, но я обещал вам, не будет следующего урока. У нас будет тест. Я хотел бы, чтобы через какое-то время, спустя, может, 10 лет, 20 лет, мы бы снова встретились. Мне было бы интересно порадоваться вашим успехам, Господи. Мне хотелось бы слышать, знаете, что, и говорить, я его знаю, я знаю этого человека, я просто знаю, это прекрасный человек. Даже если он не будет ездить в Африку, но он будет хорошим мужем, хорошей женой, он будет хорошим служителем своей общины. Понимаете, его дети будут знать Господа. У нас разные ценники успеха. Для кого-то успех это Мерседес, а для кого-то успех это дети, которые в старости сидят рядом с тобой и помогают тебе. Для кого-то успех это проповедовать перед ста тысяч на большом стадионе, а для кого-то успех знать, что то, что было посеяно, приносит плоды. И может быть, даже тебя не видели. У нас вообще много было людей, и даже кто-то сидит в этом зале, в этом помещении, в этом классе, кто занимается невидимой работой для Господа. Молитвенники, кто-то транслирует видеослужения, проповеди, когда идут богослужения, транслируют видео в сети, кто-то это делал раньше, никто их не видит, но благодаря этим людям Божье Слово, Божье сердце достигало других людей. И вы помните один из самый главный стих миссиологии. Какой? Ибо так возлюбил Бог этот мир. И в нем раскрыта вся полнота миссии. Бог возлюбил мир и сделал все возможное, чтобы человек не погиб, но жил. Понимаете теперь? Ну что, страшная наука миссиология? А теперь моя молитва Господу о том, чтобы Он дал нам милость в будущем творить Его дела. Отец, не просто посылаешь Слово Твое, мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь, совершил все то, для чего Ты послал это Слово. Мы просим Тебя, Боже, используй нас так, как Ты хочешь. Используй нас в том служении, которое Ты приготовил для нас. Боже, покажи нам нашу миссию, дай нам цель. Боже, Ты снаряжаешь нас сейчас на этом месте. Ты снаряжаешь нас каждый день. Помоги нам, Господь, помоги нам быть теми, кто понесет Слово Твое с дерзновением. Помоги нам быть теми, кто возвестит Израилю Лето благоприятное. Помоги нам быть теми, кто будет хорошим мужем, хорошей женой, хорошими родителями, хорошими детьми. Боже, пусть эти маленькие миссии, которые цели начинаются лично с нас, изменят целый мир. Потому что Ты пойдешь впереди нас. Во имя Ишова. Да благословит Вас Господь. И на этом мы закончим введение в миссиологию. Спасибо. Перерыв. Готовьтесь к тесту. Готовьтесь .